МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кыргызстане вопрос достижения экономической и финансовой независимости является наиболее важнейшей задачей. Ведь стабильная экономика, рост общего благосостояния граждан – гарантия государственного суверенитета и национальной безопасности страны. Всего этого невозможно достичь без создания необходимых условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Об этом говорил глава государства Алмазбек Атамбаев и в своем обращении к нынешнему созыву Джовар-Кукинеша Кыргызской республики, определив задачи как перед парламентом, так и перед правительством. Надо сделать все для того, чтобы в самое ближайшее время заработали на полную мощность и Джеруй, и Талдыбулак Левобережный, и все другие бюджетнообразующие предприятия. И надо, чтобы Кыргызстан стал раем и для зарубежных инвесторов, и для отечественных предпринимателей. Для этого необходимо снять все препоны и искусственные преграды на пути бизнеса, а также среднего и малого предпринимательства. Новыми героями кыргызского народа должны стать предприниматели и фермеры, такие как покойные Табулды и ГМРД. И принцип, разрешено, все, что не запрещено, должен стать бизнесом реальности. И если кто-то будет мешать предпринимателю, это должно восприниматься как антинародная деятельность. Эффективная государственная политика по созданию условий для развития бизнеса должно привести к росту общественного благосостояния, появлению новых рабочих мест, поддержанию занятости и увеличению доходов государственного бюджета. В рамках этих задач также по инициативе президента очень много было сделано. В частности, 30 декабря прошлого года был подписан закон о внесении изменений дополнений в налоговый кодекс, который отменяет налог с продаж для субъектов, осуществляющих торговлю в безналичной форме. В настоящее время прорабатывается вопрос облегчения административной нагрузки на бизнес в виде проверок со стороны правоохранительных органов, налоговиков. То есть достаточно большая работа ведется. Однако формирование целостной системы государственной поддержки предпринимательства – сложный и длительный процесс, предполагающий участие самих бизнесменов и представителей госструктур. Сейчас во всем мире, в регионе особенности экономический кризис. И для того, чтобы его преодолеть, нужно большие условия создать для предпринимателей, чтобы они создавали бизнес, инвестировали. Самое главное, чтобы они создавали рабочие места. Я думаю, это номер один приоритет. И поэтому сейчас много инициатив, например, отмена некоторых налогов, снижение количества проверок и запуск новых источников финансирования. То есть какие-то меры очень действенные сейчас уже реализуются. Представители бизнеса общества и фискальных проверяющих органов признают существующую проблему взаимного доверия. Результат – львиная доля экономики оказалась в тени. Бизнесменам оказалось проще откупиться, чем соблюдать установленные правила и ввести открытую деятельность. Если говорить о фискальных каких-то вопросах, о фискальной политике, то надо сказать, в целом наши ставки налогов и так далее, они очень хорошие. И сам список налогов небольшой, или раньше у нас было 37 видов налогов, или сейчас. Но, к сожалению, администрирование нашего налогообложения оставляет желать лучшего. То есть у нас очень усложнено администрирование, и это достаточно сильная нагрузка на бизнес, особенно на малый и средний бизнес. Конечно, в малый и средний бизнес не придут иностранные инвесторы, но именно малый и средний бизнес обеспечивают социальную стабильность в государстве. Они дают работу нашим гражданам на местах, в селах, в маленьких городах, куда не придет большой бизнес, потому что там невозможно развернуть большое производство. Предприниматели признают, что законодательство, касающееся регистрации и ведения деятельности коммерческих компаний в Кыргызстане, является наиболее либеральным. Однако менеджеры среднего звена и те самые проверяющие сводят на нет все усилия государства, направленные на облегчение деятельности предпринимателей. К сожалению, достаточно высокий уровень коррупции и так далее, он подорвал веру у бизнеса в некоторые государственные органы. И мы это понимаем, что та же налоговая, тот же таможенные органы, многие фискальные органы, они, к сожалению, себя дискредитировали. И для того, чтобы бизнес вышел из тени, надо, во-первых, создать очень простые административные процедуры, чтобы закон исполнять было легко. Несмотря на существующие проблемы, отмечают эксперты, в республике наметилась положительная тенденция, которая демонстрирует поддержку бизнеса государством. Об этом говорят и исследования ведущих международных финансовых институтов. В Кыргызстане реформы реализуются, и мы наблюдаем, как они успешны. И, например, в различных международных рейтингах мы довольно хорошо двигаемся. Например, уровень восприятия коррупции, который замеряется международным агентством Transparency International, мы два раза подряд вошли в десятку стран, которые больше всех улучшили позиции по коррупции своей. По восприятию коррупции. Но, конечно, мы все еще находимся не на самых высоких местах, то есть много еще, где нужно работать. Например, есть рейтинг doing business. В нем есть, мы входим в первые 33% стран мира на 68-м месте из 200. То есть бизнес вести в Кыргызстане, по мнению Всемирного банка, можно, скажем так, и довольно легко по сравнению с другими странами. Наряду с этим рейтинговое агентство Moody's присвоило Кыргызстану суверенный кредитный рейтинг. Этот статус республики присуждается впервые, а его наличие положительно отразится на притоке инвестиций. В этом году Кыргызстану также был присвоен суверенный рейтинг Moody's, международного агентства Moody's, который позволяет нашим коммерческим банкам получить также свои рейтинги и привлекать более дешевые ресурсы с западных рынков. Конечно, со стороны бизнеса есть также много обращений по различным вопросам, и над этими всеми вопросами мы будем работать для того, чтобы облегчить жизнь нашим предпринимателям. С 2011 по 2015 годы в рамках государственных инвестиций и программной помощи в Кыргызскую республику привлечено более 5 миллиардов долларов США. Из них 1 миллиард 900 миллионов долларов – грант. С января по ноябрь 2015 года в рамках государственных инвестиций и программной помощи Кыргызская республика подписала 21 финансовое соглашение с международными организациями и странами-донорами на общую сумму 725 миллионов долларов США. Из них 165 миллионов долларов – грант, 560 миллионов – кредит. Данные средства будут направлены на поддержку основных секторов экономики, такие как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и инфраструктура, а также на поддержку бюджета страны. С 12 августа 2015 года вступил в силу договор о присоединении Кыргызской республики к договору о Евразийском экономическом союзе. Это открыло свободный доступ для товаров и услуг из Кыргызской республики на многомиллионный рынок стран и АЭС. Задачи дальнейшего укрепления суверенитета и независимости требуют интеграции страны в мировую экономику. Кыргызстан должен найти свое место в международном распределении труда. И, конечно, участие в Евразийском экономическом союзе открывает для этого большие возможности. Мы получаем выход на огромный региональный рынок, но не должно быть эйфории, что мы вступили в союз и теперь, само собой, придут все блага, благополучия к нам. Членство в Евразийском союзе должно быть использовано для активного продвижения национальных интересов Кыргызстана. В рамках АЭС для адаптации экономики к новым условиям был создан Кыргызско-Российский фонд развития с общим капиталом 1 миллиард долларов США. Фонд будет финансировать наиболее приоритетные сектора экономики. Тем самым Кыргызстану предоставляется хорошая возможность пересмотреть экономическую политику с учетом новых реалий и вызовов. Несколько проектов, в том числе строительство для аэропорта Манас, обновление навигационного оборудования для ГП Кыргызской аэронавигации. Также есть несколько предприятий в легкопромышленном комплексе и птицеводстве. Кроме того, сейчас они уже прорабатывают вопрос облегчения процедур обращения заемщиков с тем, чтобы большее количество людей могли получить заемные средства из фонда. Я думаю, в ближайшее время они уже заработают. Также они готовят сейчас программу по ипотечному кредитованию. 2 сентября 2015 года фонд подписал соглашение с РСК Банком и АИЛ Банком о сотрудничестве с целью запуска программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса и выделил двум банкам 1 миллиард 200 миллионов сомов. В рамках данной программы предприниматели могут подавать заявление на получение льготных кредитов под 12% годовых в национальной валюте на срок до 5 лет. Одно из наиболее успешных фермерских хозяйств Чуйской области. Сейчас на его территории полным ходом идут строительные работы. Предприниматели намерены расширить свой бизнес и закупить современное оборудование. Для этих целей они подали заявку на получение кредита в Кыргызско-российском фонде. Новое оборудование, которое мы заказали, оно полностью автоматическое и вот эта автоматика позволяет контролировать температуру воздуха, подачу корма, освещение. В общем, те нюансы, где исключается вмешательство человека. На 31 декабря 2015 года по линии программы целевого финансирования малого и среднего бизнеса РСК Банком и АИЛ Банком одобрены 85 проектов на общую сумму более 1 миллиарда сомов. Ожидается, что эти меры дадут ощутимый толчок к развитию малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы нормально работать и развиваться, здесь нужны недорогие деньги и длинные деньги. Вот как раз то, что предоставляет фонд. Вообще, честно говоря, он появился у нас в самой такой, говорят, дорогая ложка к обеду. Вот он появился в самое нужное время. В Кыргызстане в последние годы сделано многое для обеспечения политической, экономической и социальной стабильности. Следующим этапом должно стать обретение финансовой независимости. Необходимые предпосылки для этого уже созданы. Кыргызстан реально стал страной свободных людей. Я думаю, никто с этим не сможет спорить. Ни у нас, ни в регионе. Но я бы не сказал, что страна прочно уже встала на ноги. Потому что есть еще вопросы, которые нам для этого необходимо решить. И главной, ключевой задачей в экономике, это, конечно же, становится достижение финансовой, экономической независимости. Это очень трудная, но это важная и выполнимая задача. В настоящее время в ближайших для Кыргызстана странах наблюдается экономическая нестабильность, которая, в свою очередь, также негативно отражается на экономике нашей республики. Однако кризисные явления можно обратить во благо страны, объединив усилия парламента, правительства, экспертного сообщества и бизнес-среды. Именно такой подход к делу может сделать Кыргызстан раем для бизнеса. Продолжение следует...